Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите телеканал Белем Жанем Адиньет. В эфире самая интересная утренняя программа Кайрл Тан. Меня зовут Анар Рзаева. На календаре 15 декабря, понедельник. И мы с творческой командой намерены сегодня развеять миф о том, что это день тяжелый. Давайте с самого утра начнем радоваться мелочам, излучать позитив и только хорошее настроение. И сегодня в программе мы примерим корейский национальный костюм ханбок. Узнаем, что нового произошло в мире науки и культуры за рубежом. Побываем в гостях у талантливой Амира Булат, которая представила Казахстан на международном конкурсе. И, конечно, встретимся с утренним гостем. Все это в ближайшие 30 минут. Не переключайтесь. А начнем сегодняшний эфир традиционно с поздравления тех людей, кто родился 15 декабря и изменил ход истории. Итак, звездные именинники. В 1913 году на свет появился Калижан Бекхожин, известный казахстанский поэт, драматург, переводчик. Автор поэм Орман Хазе, Кек, Ахсаб Кулан, Батер Наван и многих других. В 1832 году родился Александр Гюстав Эйфель. Французский инженер, строитель, специалист по проектированию металлических конструкций. Завоевал небывалую популярность после постройки в Париже к выставке 1889 года металлической башни, принадлежащей к замечательнейшим техническим сооружениям 19 века и названной в его честь. В 1929 году на свет появилась удивительная женщина Гульфайрус Исмаилова. Живописец, народная художница Казахстана, заслуженный деятель искусств Казахстана. О том, какой творческий путь она прошла и за что ее полюбили поклонники, узнаем в следующем сюжете. Гульфайрус Исмаилова. Художественный мир образов Гульфайрус Исмаиловой, народного художника Казахской ССР, заслуженного деятеля искусств, рожден из чудесного симбиоза поэтических легенд, прекрасных гор и бескрайних степей, где звучат народные песни, а старинные обычаи и древнее искусство не исчезли в прошлом. Вся прелесть народного фольклора, все его богатство, торжественная приподнятость, как нельзя лучше, нашли отражение в творческой манере Исмаиловой, в этой жажде праздника, яркости красок, романтической фееричности. 16 лет Гульфайрус Мансуровна работала главным художником Государственного академического театра оперы и балета имени Абая. Она создала сценографию и костюмы жемчужин национального искусства – опер «Быржан-Цара», «Ертарган», «Алпамас», «Казжибек», «Ахан-Сирэ-Ахтота», «Камбар-Иназым», «Козы-Курпеш», «Баян-Сулу». Прекрасные знания мирового культурного наследия, умения войти в эпоху спектакля, помогали ей в работе над классическим репертуаром – операми «Иоланта», «Чио-Чио-Сан», «Аида», «Регалетта», «Севильский цирюльник», «Царская невеста», «Балетом «Лебединое озеро». Многие из постановок в ее оформлении идут на этой сцене и поныне. Как художник-постановщик, Исмаилова создала около ста эскизов-костюмов для фильма султана Ходжикова «Казжибек», получившего на Пятом Всесоюзном кинофестивале приз за лучшее художественное оформление. Ульфа Русс Мансуровна часто повторяла «Красота внутри нас». В своих портретах, выдающихся мастеров казахского искусства, она стремилась распознать и выявить духовный мир, определяющий личность, неординарность и неповторимость каждого человека. Характерная особенность многих ее произведений – декоративность, столь созвучная традициям казахской художественной культуры. Главная доминанта идет от истоков – однородного прикладного искусства, которое она хорошо знала с детства. В настоящее время работы художницы хранятся в Национальном музее изобразительных искусств имени Аблхана Костеева и в дирекции художественных выставок. Много работ приобретается частными коллекционерами. Почти все, к чему Гульфа Русс Исмаилова имело отношение, было отмечено как значительное явление культуры, вошло в историю и сокровищницу национального искусства. Корейская культура, как мы знаем, богата и многогранна. Музыка, театр, кухня, танцы – все это лишь малая составляющая богатого наследия корейского народа. Однако есть один аспект, которому сегодня мы хотим уделить отдельное внимание. Это традиционный национальный костюм, который называется ханбок. А разобраться в нюансах женского наряда нам поможет сегодня Малика Розмухамедова. Почему ты вообще заинтересовалась корейской культурой? Действительно, корейская культура, она очень богата и разнообразна. И изучать ее, я думаю, это большое удовольствие. Особенно учитывая, что это уже даже не сотни, а тысячи лет, то есть накопление всех этих ценностей. С чего началось знакомство с ханбоком? Как-то я побывала в Корейском театре музыкальной комедии в Алматы. И мне очень понравился костюм. И после этого я решила именно посвятить сюжет корейскому костюму. Ты не пожалела об этом? Конечно, нет. Ну, давай тогда посмотрим, что получилось. В Казахстане проживают представители более 130 национальностей и народности. Корейская диаспора по своей численности занимает 9 место. Большинство из нас знакомы с корейским театром и кино, где ключевую роль играет национальный костюм ханбок. Надежда Ким, артистка балета, 20 лет проработала в Государственном Республиканском Корейском театре музыкальной комедии. Энтузиаст, человек влюблен на свое дело и, как никто другой, знает все особенности и нюансы корейского наряда. Корейский костюм отличается своей скромностью. Он закрыт полностью по щиколотке и по кистям. Женский ханбок состоит из юбки чима и жакета чогори. Линию груди подчеркивает необычный пояс или бант, концы которого не спадают по длине жакета почти до лодыжек. Вырез чогори, его манжеты и подол юбки чима часто украшены вышивкой в виде узоров с цветами. На мне это, конечно, танцевальный костюм. Костюм подразделяется на дворцовые, придворные, крестьянские, ну, естественно, конечно же. Отличается корейский костюм именно покроем. Вот такой вот полукруглый рукав – это чисто национально-корейский, потому что больше ни в какой народности, по моему мнению, не встречается. По словам Надежды, ханбок не только красив, но и удивительно практичен. Шьется он исключительно из натуральных тканей. Днем не жарко летом и тепло в прохладную погоду. В корейском костюме не подразумевается карманов, поэтому рукава, они и служили карманами. Необычные пропорции линий кроя и разнообразие расцветок придают костюму особую тонченность и изящество. И еще одним важным элементом всего наряда является головной убор. Чем выше сословное положение, значит, головной убор, он более богаче. Там использовали и драгоценные камни, и полудрагоценные камни. А вот эта вот штука называется пеня. Красота костюма ханбок заключается в гармонии цветов. По традиции это сочетание ярко-желтого, зеленого и красного. Приезжая в Южную Корею, никто не упустит возможности примерить на себя этот изящный костюм. А звезды непримерно одевают его для съемок и интервью. Малька, ну это действительно очень красивый наряд, прям очень. Он кажется достаточно тяжелым по весу, нет? Знаешь, Анар, на самом деле он очень легкий, потому что он шьется из шелковых тканей либо каких-либо очень мягких тканей. Поэтому он очень невесомый, красивый, невесомый, о чем еще можно мечтать. Но у меня вопрос такой. Я знаю, что в ханбоке расцветка имеет значение, верно? Да, традиционно это сочетание очень ярких цветов, предположим, желтого, красного, зеленого и синего. Но сегодня в современном мире девушки предпочитают носить бледные цвета. Это розовый, либо какой-нибудь голубой. Такие постельные, можно сказать. Ну а вот я знаю, что раньше как-то девушки носили вот эти традиционные шляпки, чонмо называется. То есть сейчас их продолжают? По традициям, да. Возможно, на какие-то праздники девушки любят одевать эти шляпки. А вообще-то по традициям у корейцев очень длинные волосы. Девушки отращивали длинные волосы, и поэтому собирали в шпильку. И вот считалось, чем богаче дама, чем знатнее дама, тем и головной убор считался богаче из золота или серебра. Ну спасибо тебе большое, очень интересно. Буду ждать нашей встречи на следующей неделе. До новых встреч. Доброго утра. Казахская пословица В ней удивительным образом сочетаются воля к победе и очарование, незаурядные таланты и любовь ко всему окружающему миру. Но лучше вам один раз увидеть ее и навсегда влюбиться. Имя Амира с арабского переводится «принцесса». Действительно, жизнь восьмилетней Амиры Булат похожа на сказку. У нее много игрушек и красивых вещей. Однако она совсем не избалована. Напротив, в хрупкой девочке скрывается боец и победитель по натуре. На прошедшем международном фестивале в Санкт-Петербурге единственная представительница Казахстана завоевала почетное первое место по хореографии. Но перед этим были многочасовые упорные тренировки. Встречались практически через день или ежедневно, когда была возможность у нее или у меня. Работая с ней индивидуально перед конкурсами, я убедилась в том, что очень такой трудолюбивый человек, несмотря на маленький возраст, она общается со мной на моем уровне. Начинала свой путь Амира с вокального выступления. В четыре года она спела на конкурсе детского творчества композицию «Добрый жук». Помните? Встаньте, дети, встаньте в круг. А сейчас талантливая девочка занимается с репетитором и самостоятельно исполняет на пианино вальс из художественной картины «Мой ласковый и нежный зверь». Но главная страсть Амиры, безусловно, хореография, которой она занимается с трех лет. В школе примерная ученица готовит рефераты о своем кумире, легенде казахстанского балета «Докторе искусствоведения» Булате Газизовиче Аюханове. Зайдя в зал, улыбчивая третьеклассница перевоплощается. И у балетного станка находится уже профессиональная артистка. Ее любовь к классическому танцу передается и близким. С ней ездила несколько раз в театр, хотя я раньше не посещала, не смотрела балеты. Я несколько раз посмотрела балет благодаря ей только. Мне это понравилось. Кстати, Амира совсем не боится сцены. У нее есть свой секрет. Я представляю, что вокруг меня красивый лук, и что вокруг летают бабочки, и мне даже не страшно выходить на сцену. Мне представляется, что я маленькая фея, которая любит танцевать и петь. Все, кто знает Амиру, признают, ее достижение – это заслуга мамы. Гульмира трепетно относится к первым творческим успехам дочери. Стены дома увешаны фотографиями Амиры, а многочисленные награды и дипломы собраны в специальной папке. Но самое главное – мама дает возможность своей принцессе воплощать мечты в реальность. Чем бы любители комиксов не тешились, лишь бы у них хватало на это денег. На днях в американском Далласе был продан самый первый из получивших официальную лицензию автомобилей Бэтмена. Неназванный победитель приобрел машину любимого персонажа за 137 тысяч долларов. Стоит отметить, что уникальный автомобиль был собран в 1963 году. На его создание у конструктора Форреста Робинсона ушло более трех лет. Сначала машина супергероя была использована в туристических целях. Затем поменяла несколько владельцев и в итоге была оставлена где-то в поле. Но после небольшой реставрации снова стала лакомым кусочком на аукционе. Стоит отметить, что 137 тысяч – это еще небольшая цена для любителей комиксов. В январе прошлого года первый из шести Бэтмобилей, созданных для телесериала, был продан за рекордную сумму более чем в 4,5 миллиона долларов. Программу продолжит Дайдже зарубежных новостей. Если вы любите динозавров, то пришло время отправиться в Лондон. Здесь в Музее естественной истории появился скелет стегозавра. Рептилия, возраст которой составляет 150 миллионов лет, предстала перед поселителями. Размером скелет примерно с внедорожник. Более 5,5 метров в длину и почти 3 метра в высоту. Пол этого стегозавра специалисты определить не смогли. Однако они уверяют, что это останки молодого животного. Стегозавр легко узнаваем, благодаря ряду пластин вдоль спины. Но мы знаем о нем на удивление мало, поскольку останки находят редко и почти не изучают их современными методами. Так что мы надеемся обновить информацию об этих рептилиях. Эти останки были найдены 11 лет назад на ранчо в американском штате Вайоминг. В прошлом году их приобрел Лондонский музей. Динозавра решили назвать Софи в честь дочери одного из участников сделки. На протяжении года специалисты занимались изучением 300 окаменелостей и в конце концов за несколько часов собрали этот скелет. По словам ученых, такого количества костей, принадлежавших одному стегозавру, ранее не находили. Стегозавры обитали примерно 130-160 миллионов лет назад на всех континентах, кроме Антарктиды. Они питались растениями и листьями деревьев. Точное предназначение пластин на их спине до сих пор неизвестно. Но 4 огромных шипа на хвосте, по мнению ученых, служили для защиты от хищников. Вот уже более 20 лет Хань начинает все свои картины одинаково. Несколько ударов в гонг и полная чаша огненного рисового вина. Хан Сяомин впервые обмакнул язык в чернила, еще когда был малышом. Под руководством своего отца он осваивал уникальное семейное искусство – живопись языком. Семейная легенда восходит к прадеду Хан Сяомина, который пытался вылечить хроническую болезнь горчью смесью чернил, уксуса. И первое пятно на бумаге дало вдохновение нескольким последующим поколениям живописцев. Для рисования Сяомин использует традиционные краски, сделанные по технологии 14 века. Я просто полагаюсь на чувство языка. Я же не вижу, что рисую. Так что обращение с оттенками краски вслепую – довольно сложная штука. На сегодняшний день Хань нарисовал более 20 картин. В дальнейшем художник планирует отказаться от обычных чернил и поэкспериментировать с фруктовыми соками. Многофункциональный клей создали датские ученые из университета города Аарус. Он разработан на основе вещества, выделяемого бисусовой железой обычных мидий. Этот белок застывает в воде в виде нитей и позволяет моллюскам крепиться к любым поверхностям. Ученые считают, что важнейшей областью применения их разработки может стать хирургия. Поскольку в теле человека есть влажная среда, напоминающая морскую воду. Существующие медицинские клеи, по словам исследователей, недостаточно прочны и зачастую могут выделять токсичный формальдегид. Клей из моллюсков решает обе эти проблемы. Еще одна особенность этого материала – возможность самовосстановления. Это вещество вязкоупругое, то есть обладает механическими свойствами между идеальной жидкостью и твердым телом. Это что-то среднее, кроме того, оно неплохо с этого восстанавливается. Вот представьте, что вы покрываете таким клеем свою машину. Если на ней появляется трещина, вы просто ждете, и она исчезает. Сейчас ученые готовятся тестировать свою новинку. Они надеются в ближайшем будущем найти ей самое широкое применение. Доброе утро, друзья! Это программа «Хайрлы Тан». Напоминаю, на календаре понедельник, 15 декабря. Меня зовут Анар Рзаева, и я с удовольствием представляю вам нашего утреннего гостя. Это известный казахстанский певец, композитор, лауреат международных конкурсов Биржан Хасангалиев. Биржан, доброе утро! Доброе утро! Наш традиционный вопрос – с чего сегодня началось ваше утро? Вы знаете, у меня уже в последнее время, в связи с тем, что я стал семейным человеком, и у меня родилась дочка, утро начинается с того, что моя маленькая дочка, она стучится в дверь, и она просыпается рано. Восемь утра примерно вот так. И она будет. То есть у меня, с одной стороны, хорошо, мне не нужно ставить будильник. Моя дочка, она и есть мой будильник. И вот мое утро начинается именно с этого. Ну, это, мне кажется, самый вообще очаровательный будильник, который может быть в жизни. Действительно. Ну, раз мы уже заговорили о семье, хочется отметить тот факт, что вы сами из удивительной семьи, из прекрасной семьи. Семей такой пример, да, вот настоящих ценностей, правильного отношения, воспитания. Вы уже тоже глава семейства со стажем. В чем, на ваш взгляд, заключается вот секрет такого счастья, гармонии? Вы знаете, мне кажется, что именно секрет семейного счастья, вот именно семейного долголетия в том, что люди должны с уважением друг к другу относиться. И в основе всего должна быть, прежде всего, любовь. Вот у моего папы очень много песен о любви. И, видимо, он вот на протяжении сорока, более сорока лет все это ощущает в душе и выражает это в своей музыке. Поэтому вот секрет главный, мне кажется, уважение и любовь. Ну, очаровательно, верю, верю, еще раз верю. Раз мы заговорили о вашем папе, Ескиндер Утигенович, вообще, выдающийся певец, композитор, такая личность яркая, да? Ну, вот вы скажите, вашему папе любовь к музыке привели как бы бабушка и дедушка. А вам? Ну, видите, у меня сам Бог велел, чтобы отец, как вы сказали, такой человек известный. И, естественно, я родился в музыкальной семье, поэтому с раннего детства, да, можно сказать, с рождения, ощущал звуки музыки, слышал их постоянно, голос отца. И, естественно, это на меня оказало главенствующее влияние и, наверное, определило мое дальнейшее будущее. То есть будущее, которое связано с искусством, с музыкой, со звуками. И поэтому все мое и дальнейшее образование, все это пошло именно по этой стезе. Бережан, неужели даже не хотелось стать там космонавтом? Нет, были такие мысли. Вообще, я хотел быть военным. Опа! И очень интересно, я в детстве, у меня много фотографий, когда я одевал вот военную форму, погоны, медаль. Детское мое увлечение – это быть военным. Но, кстати, вот эта тема военная, она у меня осталась. Я очень люблю военные фильмы, военные книги. Это, можно сказать, мое хобби. А не хотелось бы вам написать какую-нибудь такую песню, вот, прям, ну, не знаю, на эту тематику? Да, есть такие мысли. И у меня, кстати, есть такие песни, просто я их еще сейчас держу. Но думаю, настанет тот момент, когда они у меня выйдут в эфир. Я знаю еще одно, об одном вашем увлечении – это спорт. То есть, в детстве вы занимались боксом, каратэ, то есть, более-менее, спортивным юношей. Сейчас вы активный болельщик, вы поддерживаете наших ребят, казахстанцев, да? То есть, неважно, в чемпионатах или просто в соревнованиях каких-то. То есть, вы прям активно следите, да? Да, я могу сказать, себя называю активным болельщиком. Ну, виды спорта у меня разные. Конечно, с детства это футбол. Я вот как мальчик, дворовой пацан, можно сказать. Много играл в футбол, любил это, а потом стал просто зрителем. Но последние годы, в связи с удачами наших спортсменов, на Олимпиадах, на различных соревнованиях, добавилась еще тяжелая атлетика и, естественно, бокс. Потому что это главные наши кузницы медалей. Поэтому я очень люблю смотреть с удовольствием. Но если мы заговорили о футболе, у вас на сегодняшний день есть любимый клуб? Любимый футболист, может быть? Да, вот клубы, я могу сказать, это Барселона и российский ЦСКА. Вот два клуба, которые я люблю. А я болею за Реал Мадрид. Так что встретимся с вами. Да, дерби у нас будет. Обязательно. Спасибо вам большое, Биржан. Сейчас сделаем небольшую паузу, обязательно вернемся к нашей интересной беседе. А сейчас давайте узнаем, какие самые яркие фильмы можно посмотреть в ближайшее время в эфире телеканала Блем. Жаню Мадзиният. Каким образом горький лук превратить в сладкое яблоко? И почему Джон Дальтон не сразу обнаружил у себя болезнь? На эти вопросы ответит программа открытия, совершившая революцию в науке. Спустя 200 с лишним лет, в 1995 году, ученые, обследовав сохранившийся глаз этого великого человека, нашли, что он на самом деле видел только в голубом и в синем спектре и отдельные оттенки желтого. Мы воспринимаем мир благодаря органам чувств. Видим картины, слышим звуки, ощущаем запахи и вкусы. Но задумывались ли вы, откуда у человека эти удивительные способности? И что произошло бы, не быть у него обоняния и осязания? Некоторые зрительные обманы давно уже имеют научное объяснение, а некоторые до сих пор до конца не изучены. Мы редко задумываемся о пользе, который приносят нам все пять чувств. Зрение, слух, обоняние, осязание и вкус. Но именно они помогают познавать этот многообразный мир. Программа «Под куполом» приглашает вас встретиться с цирковой семьей Индирой и Талгатом Уналбаевыми. Предлагаю вам отправиться в цирк и вместе с эквилибристами Талгатом и Индирой Уналбаевыми продемонстрируют все свое мастерство. Молодые эквилибристы Индира и Талгат Уналбаевы это новое поколение звезд казахского государственного цирка. Артисты исполняют сложнейшие трюки на двухметровой высоте без страховки. Наши герои всю свою жизнь посвятили эквилибристике. Да уж, это очень непростое дело баланс. Хотя, если Маржи освоили эквилибр, и даже Даник, пустяки, значит и я смогу. Ведущая программы Евгения примет активное участие в репетиции, чтобы понять, как Индире и Талгату удается сохранить баланс и на арене, и в жизни. Еще три. Раз, два, три. Опа! Ой, нет, 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 больно, больно, больно. Цирк всегда дарит неповторимые ощущения радости и волшебства. Смотрите «Воскресный вечер». Доброе утро всем, кто присоединился. Сегодня мы продолжаем беседу с нашим потрясающим гостем в студии программы «Хайрлы Тан». Сегодня Биржан Хасангалиев, известный казахстанский певец, композитор, лауреат международных конкурсов, молодой папа. Биржан, давайте приоткроем завесу тайны. 13 февраля в следующем году состоится просто грандиозное масштабное культурное мероприятие. Это юбилейный концерт вашего выдающегося папы, нашего мэтра казахстанской просто музыки всей. Лескендера Утигеновича, расскажите, пожалуйста, вот что там будет? Да, действительно, мы вот к этому знаменательному событию готовимся. 13 февраля во Дворце Республики состоится юбилейный концерт, 75 лет со дня рождения, 55 лет творческой деятельности. И самое интересное, как совпало, именно 15-й год, это 45 лет знаменитой песни от Амикен. То есть вот три замечательных события, все это в одном концерте. Ну, в концерте будут участвовать, естественно, все звезды Казахстана, потому что песни из Кендера Хасангалиева, они в репертуаре, конечно, многих наших замечательных исполнителей. Ну, будет интересно, я такой формат выбрал, что поют или группы, или кто-то с кем-то. То есть одна звезда с другой звездой, в дуэте, трио, то есть все вот так будет, интересно, я считаю. И прозвучат песни, я думаю, на таком концерте должны прозвучать самые известные песни. Они, естественно, будут, но при этом для наших зрителей, для тех, кто придет на концерт, будут новые песни, которые они никогда не слышали. Вот я знаю просто такой интересный факт, что, несмотря на 55 лет творческой деятельности, одна из самых любимых песен вашего папы до сих пор это «Кельша Кельша Балашин», то есть посвящен колыбельной, которая была именно посвящена вашему рождению. Будет ли она исполнена? Я думаю, эта песня будет исполнена. Потом, интересно, как у меня дочка родилась, я сейчас и теперь эту песню пою. Она в моем репертуаре, и я с удовольствием ее пою, потому что сам стал отцом, и я вот сейчас понимаю своего отца те счастливые моменты, когда я родился, его единственный сын. И сейчас я, как такой любящий отец, для своей дочки всегда пою эту же песню. Ну это потрясающе, поэтому, дорогие друзья, нельзя пропустить такое событие. Обязательно, я считаю, нужно его посетить, насладиться вот этим уровнем профессионализма, этой замечательной музыкой. Биржан, давайте сейчас опять вернемся к вам, поговорим о вас как о человеке. Я тут узнала, что вы, оказывается, большой киноман. Да, это точно. Какие фильмы вы смотрите? Я могу сказать, что практически все фильмы смотрю. Единственное, не люблю мультфильмы. Вот почему-то не знаю. Я люблю триллеры, детективы, комедии, естественно, фантастические фильмы. Часто хожу, ну в неделю могу дважды, трижды ходить. То есть фактически через каждый день я хожу в кино. И вот последний фильм, который мне очень понравился, это фильм «Интерстеллар». Вот просто такое впечатление у меня. Я вот жду, когда будет церемония Оскара, мне кажется, что пять статуэток этот фильм точно получится. Ну, картина на самом деле впечатляющая. То есть даже как показали этот космос, как идею гравитации обыграли. Шикарно просто. Согласна. Просто согласна. Вижу, что вы хорошо анализируете то, что смотрите. Ну, Биржана, напоследок, ваши утренние пожелания зрителям телеканала «Болемжанима Дениет», особенно учитывая, что завтра у нас большой праздник, День независимости Республики Казахстан. Прошу. С удовольствием. Дорогие казахстанцы, от всей души, я хочу вам, во-первых, пожелать замечательного утра и замечательного дня. И в преддверии нашего самого великого праздника, Дня независимости, всем пожелать, чтобы наша Родина всегда процветала, процветали и мы вместе с вами. С праздником. Лучше и не скажешь. Спасибо вам большое, Биржан, что вы нашли время, пришли сегодня к нам в студию и просто поделились всем этим позитивом. Спасибо. Друзья, напоминаю, гостем программы «Карл Итан» сегодня был Биржан Хасангалиев, известный казахстанский певец, композитор, лауреат международных конкурсов. На этом все. Спасибо, что провели это время вместе с программой «Карл Итан». Я, Анна Рызаева и вся наша творческая команда. Желаем вам отличного настроения и продуктивного рабочего дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok